На памятниках, на адресных табличках, на стенах домов, славные имена, рассказ о героическом прошлом. Кто-то пройдет и не заметит, но город помнит. Это мемориал погибшим уралмашевцам в годы Великой Отечественной войны. Ну, если быть точно, не только уралмашевцам, но и труженикам завода номер 9, который в начале войны входил в состав Уралмаша, а с 1942 года уже в состав Уралмаша не входил. Но все здесь. Значит, большую работу музей завода проделал, чтобы составить списки. И в конце 60-х, точнее в 69-м году была вторая очередь мемориала, введена в строй. Очень много народу было на открытии, буквально вся площадь была запружена. Скульпторы Симонов и Романов, а главный архитектор этого комплекса Велянкин. Вообще, когда он открывался, значит, было много интересных задумок. В частности, постоянно мелодия звучала, грезы Шумана. Звучал голос Левитана. Ради этого, значит, к нему съездили в Москву, записали его на магнитофон. Это запись о начале войны. Он ее повторил нам. Ну, вот в этом году была проведена реконструкция всего этого дела. Заново все плиты переделали. Здесь выбиты фамилии почти тысячи уралмашевцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Всего у нас на фронт было призвано около трех тысяч человек. Вот, 14 героев Советского Союза и один полный кавалер славы. Значит, как попадали на фронт? Значит, во-первых, мобилизация. Ну, а еще и до мобилизации были плановые призывы. То есть, призыв 40-го года, призыв весны 41-го года. Все они тоже... Кто погиб из этих призывов, тоже на этих плитах выбиты. Ну, дальше первые три дня, когда буквально метлой военкомат зачищал коллектив. Через три дня это прекратилось. Значит, все-таки фронту нужно прежде всего оружие. Солдат без пушки – это не солдат. Ну, и были добровольцы Уральского добровольческого танкового корпуса. По всему нашему району 200 человек. То есть, уралмашцев, ну, где-то порядка 140. Но сейчас никого уже нет. Все, все. Это центральная заводская лаборатория. Одно из самых первых зданий на заводе. Еще в 30-м году построили. Ну, это простые люди, это, во-первых, это не ученые. Это слесари, это мастер участка. Тут у нас еще и производственный участок был. Вот. И потом имейте в виду, что в первые дни войны, первые три дня, значит, военкомат здесь призывал всех подряд. Очень многих не забронировали до войны. Потом локти кусали. Каждый цех имел. И сейчас тоже есть такие таблички на стенах цехов. Есть народные песни, да, кто знает, кто их сочинил. Также и здесь. Где-то вот когда 20-летие Великой Победы отмечали, вот был такой порыв. На каждом цехе список тех, кто ушел на фронт и не вернулся. Большей частью народная самодеятельность, то есть отливали в цехе, в чугунно-литейном. Вот. Списки составляли в соответствии, значит, с данными музея Уралмашевского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова